Друзья, всем привет! Я вот такой сижу и думаю, давно я не качал персонажей по звездам. И в принципе я уже собрал довольно-таки большое количество осколков разных героев и давно не прокачивал их. Если я не ошибаюсь, предыдущий ролик на такую тематику выходил приблизительно около двух месяцев назад. За два месяца я точно собрал большое количество осколков. Конечно, не такое большое, как некоторые ребята, но тем не менее есть что прокачивать. И перед тем, как мы приступим к прокачке персонажей, хотел вас попросить подписаться на канал, кто этого еще не сделал, потому что YouTube до сих пор показывает, что более 70% смотрящих канал не подписаны на него. А также поставить большие пальцы вверх, потому что это помогает продвижению канала. Вам всем спасибо за такие действия, ну а мы в принципе давайте приступать к прокачке. Давайте я вам покажу количество осколков, которые у меня получилось собрать за вот этот промежуток времени. Их довольно-таки много. Сейчас только я промотаю все свои шмотки. Итак, ребят, смотрите. В принципе, есть что прокачивать. Есть и по 200 осколков, есть и по 100. А также вот персонажи новые, которые у меня есть, это всего лишь 23 осколка аквей и один всего осколок сингена. Вообще эти персонажи не падают. Я думаю, что в принципе этого достаточно. Также я собрал 31 тысячу печеней, которые очень нужны для этого дела. А также 13 миллионов золота, потому что прокачка на более высокие звезды, там на пятую, на шестую, на седьмую, требует как много печенья, так и очень много, ребят, золота. И я буду в принципе прокачивать персонажей по мере того, какие я считаю самыми топовыми и которыми я играю больше всего. Давайте в принципе приступать. Я вам покажу, насколько у меня прокачены персонажи вообще и какие есть. Вот вы видите на своих экранах есть и сотые уровни, есть 85, или на 91. Аквей и синген, как я говорил, они у меня еще не открыты. Синген вообще не падает. Мне не знаю, почему и с чем это связано. А вот аквей уже 23 осколка есть. Еще 27 осколков и я открою этого персонажа и смогу записать некий обзор на него. Расскажу, что и как работает в нем вообще. Так, и первый персонаж это Тень, ребят, она у меня сотого уровня и третья звезда. Но, к сожалению, я не могу прокачать ее на четвертую звезду, потому что мне не хватает еще 29 осколков. Блин, конечно, обидно, это основной герой, которым я играю, но, ребят, пока я его не могу прокачать. Следующий персонаж, которого я буду 100% прокачивать, друзья, это Бонни. Я этим героем играю очень часто в PvP режиме. Он один из топовых для этого режима и, в принципе, надо прокачивать ей звезды, так как на четвертой звезде у нее будут открываться дополнительные плюшки, которые будут отлично срабатывать в PvP режиме. Итак, давайте начнем с того, что мы вбросим в нее все печеньки, которые надо. Пока расход всего лишь по 100. В принципе, это немного. Я знаю, что дальше будет идти по 30 и это реально очень и очень затратно, друзья. Итак, да, у меня получится сделать Бонни четвертую звезду. Надо 80 осколка, у меня есть 118. Ну что ж, давайте, в принципе, ускорять и прокачивать четвертую звезду. Вау, это очень и очень прикольно. И открывается способность ускорения собственной атаки при чрезмерном количестве врагов. Не знаю, как это будет связано с PvP режимом, но в целом, класс, я рад, что она у меня уже четвертой звезды. Следующий персонаж, которого мы сегодня, ребят, прокачаем, это Анир. Он очень превосходно себя показывает в PvP режиме. Я тоже им играю довольно-таки часто в этот режим. И вот у него на четвертой звезде открывается вообще мега-мега способность для PvP режима. Когда остается всего лишь один враг, шанс критического удара увеличивается на 10%. Ребят, вдумайтесь, на 10%. Итак, у меня есть 143 осколка из 80%, так что, в принципе, 100% он сейчас будет прокачан на четвертую звезду. А его, ребят, умение... Вот вы представьте, вы играете в PvP режим, это вы играете один на один. Соответственно, мало врагов, да, один всего лишь враг, и шанс критического удара увеличивается на 10%. То есть, каждая десятая тычка должна быть критом. Класс. Я думаю, что Анир в этом плане очень и очень будет заходить. Следующий персонаж, которого я бы хотел прокачать, это будет Райан, ребят. Райан прикольный персонаж довольно-таки. Он очень хорошо себя показывал в PvP режиме раньше. Но хотя я знаю ребят, которые до сих пор играют им в PvP режиме. Делаем ему вторую звезду. Третью звезду, я не знаю, вроде у меня пока что не хватает осколков. Насколько я понимаю, там 40%. Так что, в принципе, Райан на второй звезде. И Лина, ребят. Лина дает нам заработок патруля плюс 5% золота. Также на второй звезде она даст плюс 60 атаки всем героям. А вот это реально очень и очень круто. И тем более, я ее смогу сейчас сделать вторую звезду. Так что, плюс 60 атаки всем героям мне будет полагаться. Так что, это действительно классно. И я рад, что она у меня на второй звезде сейчас будет. Давайте сделаем ей вторую звезду. И будем, в принципе, двигаться дальше по персонажам. Есть еще ряд персонажей, которые я сегодня хотел бы прокачать. Следующий персонаж это Офелия. Офелия дает в шахте нам плюс к дропу 5-звездных самоцветов. Так что, это действительно тоже очень хорошо. И давайте посмотрим, получится. Нет, ребят. К сожалению, я тупанул, не посмотрел. Но Офелию я не смогу сделать на четвертую звезду. Мне еще не хватает. Ой, блин, капец. 33 осколка. Это действительно очень и очень много. Давайте теперь Сильван. Сильван это недавно, до недавних времен был очень классным персонажем. Сейчас им действительно очень мало кто играет. Но я хочу прокачать абсолютно всем персонажам по 7-й звезде. Так что, вот у меня как раз есть 86 осколков из 80-ти. Так что, в принципе, это можно делать. И звучит его умение, как ускорение атаки при жизнях в 75%. Больше. Вернее, 75%. Так что, пусть будет, в принципе. Но больше печенья я в него вбрасывать не буду. Давайте смотреть дальше. Следующий персонаж. А, как же я мог забыть, ребят. Хеликс. Хеликс отлично заходит для сложных глав. У меня как раз хватает осколков, чтобы сделать ему уже пятую звезду. Еще совсем немножко. И у меня Хеликс будет уже и шестая, и седьмая. Этот персонаж реально очень и очень крутой. Особенно вот из всех персонажей, которые можно купить за кристаллы. Кто его еще, ребят, из вас не купил, обязательно покупайте. Потому что он вам 100% пригодится. Ну и давайте двигаться дальше. Следующий персонаж это Таранис. Хеликс превосходно себя показывает в ПВП режиме. Часто я проиграю Таранисом. Как бы это смешно ни звучало. Давайте. Я думаю, что мы вбросим, в принципе, в него все печенья. Я точно не помню, смогу ли я его прокачать на шестую звезду. Но, в принципе, это один из тех персонажей, которые у меня подходят уже по фулу. Так что, если я сейчас закину в него все печенье, потом мне вкидывать в его это не надо будет. И давайте смотреть, получится ли я. Нет, к сожалению, ребят, не получается. Еще 59 осколков до шестой звезды. Окей, ничего страшного. Давайте двигаться дальше. Следующий персонаж, в принципе, которого я думаю, что прокачаю. Давайте мы сделаем так. Аниру вкинем все печенья. Потому что Аниром я довольно-таки часто играю в ПВП режиме. Соответственно, у него будет атака больше. У него будет ХП больше. Так что, я думаю, что, в принципе, на этом жалеть печенье не надо. Тем более, у меня еще около 19 тысяч. Но осколков, конечно же, не хватает. Так, следующий персонаж, ребят, это Шерри. Шерри у меня четвертая звезда. На самом деле, меня не интересует, что у нее открывается на пятый. Главное, что Шерри дает заработок патруля золота. И, соответственно, золота будет больше. Золота никогда не хватает. Даже сейчас мне, когда у меня уже очень-очень много чего прокачано. Давайте смотреть, получится ли Шерри сделать четвертую, пятую звезду. Да, получается, на пятую звезду надо 150 осколков. У меня есть 218. Так что, давайте, в принципе, прокачивать Шерри на пятую звезду. И давайте посмотрим, сколько она дает. 19% золота патруля. Так, что же сделать дальше? Давайте все-таки еще и Бонни мы вкинем все печенье, которое надо. Я ей тоже играю в ПВП режиме. Она очень круто заходит. Тем более, печенье более или менее, чем еще достаточно. И, ну, соответственно, как и с Аниром ситуация, мы улучшим ей атаку и ее ХП для дальнейшего использования. Итак, по осколкам мне явно не хватает и собирать еще очень-очень долго. Остальные, ребят, персонажи, которые у меня есть, я их сейчас не буду прокачивать. Это Кот, это Форен, ребят, это Урасил и это Атрей. В принципе, этих персонажей нет смысла прокачивать и вкидывать в них печенье. Так что, как-то так. Я так думаю, что, в принципе, на этом все. Хеликс у меня немножко поднялся. Давайте посмотрим, что по осколкам у меня осталось после этих всех прокачек. В принципе, такие персонажи, которые есть. Вот, смотрите, у меня Аяна еще 203 осколка, но пока я и не думаю ее прокачивать. Пособираю еще печенье, пособираю золото. Только что как-то так быстро улетело около 5 миллионов золота. И, ребят, 20 тысяч печенья. Около того. Так что, в принципе, я думаю, что на этом мы будем останавливаться. Буду собирать дальше осколки. Буду надеяться на то, что у меня совсем скоро появится уже Эквей. Как я вам говорил, я попробую записать про нее ролик. Расскажу, как она вообще в использовании, нравится мне или нет. А также будем собирать Сингена. Синген, говорят, вообще монстр в главах. Так что его я собирать 100% буду, ребят. И надеюсь, что он мне будет падать. Таким получился, в принципе, ролик. Я вас всех благодарю за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, насколько у вас прокачаны герои. Ставить большие пальцы вверх. Также подписываться на канал. Дальше будет еще больше интересного. Вам всем спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока.